После выхода на свободу из исправительной колонии был задержан ФСБ. Речь идет об этом мужчине. Теперь ему грозит новый срок за пропаганду терроризма. Об этом сообщает у ФСБ области. По информации силовиков, мужчина являлся сторонником запрещенной террористической организации из Ближнего Востока. По версии следствия, еще находясь за решеткой по прошлому делу, мужчина занимался среди заключенных пропагандой действий запрещенной группировки. В итоге на свободе мужчина не провел и минуты. Сразу после освобождения из колонии его скрутили. Гражданину России грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время от него получены признательные показания по выявленным фактам. На основании переданных результатов у ФСБ России по Владимирской области в ноябре 2022 года в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 205.2 УК РФ. Обвиняем у избранной меры пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В идеале в период подъема заболеваемости нужно будет 25 бригад. Об этом на встрече с журналистами рассказал директор департамента здравоохранения Артем Осипов. Одной из проблем в комплектации бригад во Владимире стало отсутствие водителей. Многие из них начали увольняться после завершения компенсационных выплат за работу с ковидными пациентами. Что касается средних медицинских работников и укомплектованности бригад, я уже говорил, что наши крупные города Владимир и Ковров лимитированы по количеству выездных бригад именно из-за водителей. Поэтому уровень заработной платы мы стараемся проиндексировать по водителям. Другие станции скорой медицинской помощи, Вязники, Муром, Гусь, Хрустальный, в первую очередь лимитированы по количеству бригад за счет фельдшеров, средних медицинских работников. За последние три месяца, как сообщил Артем Осипов, на станцию скорой помощи во Владимире приняли 13 водителей, и ситуация налаживается. В целом претензий к работе скорой помощи Владимира у руководства облздрава, судя по ответу, нет. Я вижу, что они справляются с ситуацией, жалоб мы не видим на работу станции скорой медицинской помощи. И по экстренным вызовам они выполняют норматив так, как и положено. Впрочем, если жалобы по качеству оказания медицинской помощи у вас все-таки есть, то у Департамента здравоохранения есть круглосуточный телефон горячей линии 122. По нему можно сообщить о проблеме и попросить разобраться в ситуации. Один из актуальных вопросов – обновление больницы скорой медицинской помощи Владимира, также известный как Красный Крест. Ее состояние глава облздрава оценил так. С точки зрения материально-технического обеспечения, конечно, запаздывает лет на 10. Те условия, в которых работают и врачи, и лечатся пациенты, они далеки от идеальных, от слова совсем. Проект по строительству нового здания, он был разработан еще в 2020 году. Сейчас мы направили свое предложение в Государственную Думу, для того, чтобы его рассмотрели и, возможно, нас поддержали в финансовой составляющей. По словам Артема Осипова, в регионе обсуждаются идеи по реорганизации системы оказания скорой помощи. Со временем хотят прийти к созданию централизованной структуры. Важное место в этой работе планируют отвезти БСП. Однако пока это все на уровне планов. Маргарита Махрова, Руслан Павлухин, 6 канал. Борьба с гололедом продолжается. Прокуратура отправилась в рейд по уборке городских улиц. Жильцы домов 12 и 14 по улице 3 Кольцевая обратились в надзорное ведомство с жалобой, что дворовые территории не чистят от наледи. Подъезды к дому покрыты коркой льда и блестят, как зеркала, жалуется семья Андреевых. У пары полугодовалый малыш. Родители переживают, что могут покалечиться на льду и травмировать ребенка. С колясками и с детьми падали, и все это бестолку, ничего не убирается, лед не долбается. Дворник у нас убирает, наверное, раз в день и по метру. На момент приезда нашей съемочной группы дворник как раз убирал улицу. Нам он заявил, что в своей работе не халтурит. Как убираете? Ну а как вы сами могли подумать, как она проходит? Тяжеловато. А все убираете, не халтурите? Нет, вот если бы я вас увидел, начал бы халтурить. А то вас не видно, без халтуры работаем. Как сообщают в прокуратуре, 12-14 дома обслуживает управкомпания «Альтернатива». В надзорном ведомстве утверждают, что одной посыпной песка ограничиваться нельзя. Льда на дороге не должно быть совсем. Да, песко-соляную смесь коммунальщики обязаны посыпать своевременно и регулярно. Но финальная цель этого действия – разрыхлить лед, чтобы полностью его убрать. Остается лишь взять в руки лопату или лом. Но, как мы видим, не все обслуживающие организации справляются со своими обязательствами. Надлежащее содержание притомовых территорий нарушено. Как вы видите, на улице очень скользко. К нам поступают сигналы. Мы на оперативную уезжаем для быстрого реагирования. В соответствии с требованиями нормативных документов, требуется, чтобы тротуары и дороги были очищены до твердого покрытия. Соответственно, как мы сейчас с вами прошли, посмотрели, дороги у нас во льду, тротуары. Также имеется лед на них. Не следят коммунальные службы и за монументами на окраинах города. Это памятник павшим в боях за советскую родину в годы Великой Отечественной войны. Мемориал установлен на улице Пригородная в частном секторе. Он находится недалеко от озера Семязино. Зима только наступила, а монумент уже в снегу и на леди. К сожалению, как мы видим, здесь уборки нет. Убираться здесь также должны в летний период от мусора, от листьев опавших и так далее. А в зимний период также должно убираться от снега на леди. Внимание прокуратуры привлекла улица Героя России Кутузова. Переход и тротуары покрыты толстым слоем льда. По обеим сторонам дороги находятся социально важные объекты города. Среди них детский сад номер 33, 9-я школа и 23-я гимназия. Маргарита Шацкая пришла забрать дочь после уроков. Женщина переживает за ребенка. Говорит, что ходить под таким скользким тротуаром небезопасно. Дороги не посыпаются, не убираются. Если взрослый человек там еще может пройти как-то тихонько, дети бегают и, естественно, падают. Желательно, чтобы, конечно, на это обратили внимание. Подходы к школам устраивают? Ну, тоже нужно, чтобы их подчищали. Улица, в том числе, в частности, это пешеходные переходы и тротуары. Требования по очистке к ним точно такие же. До твердого покрытия, до асфальта. Здесь мы видим с вами, что имеется большая корка льда, имеется большая скользкость. Тротуары около пешеходных переходов не убраны. Соответственно, требования, которые имеются, не выполнены. После проведенной проверки прокуратура направит акты об административном правонарушении в обслуживающей организации городским коммунальщикам. Нарушителей ждут штрафные санкции. Если у вас есть претензии по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, вы тоже можете обратиться в прокуратуру по телефону 32-23-39, а также в нашу редакцию по номеру 36-66-66. Евгений Павлов, Егор Дьякевич, 6 канал. Куда уходят деньги? Жители дома номер 32 на улице Мира бьют тревогу. Несколько месяцев с них собирают средства, вроде как на капитальный ремонт крыши. Платят в основном все исправно. Отдают ежемесячно по 2-3 тысячи рублей. Задача накопить 2 миллиона 300 тысяч. Но не сразу люди почувствовали неладное. В платежках сумма есть, но нет расчетного счета. Жильцы говорят, что наличные собирала председатель правления жилищно-строительного кооператива, который обслуживает дом. Люди сосомневались, не пойдут ли деньги в чужой карман. Никаких квиточков, чтобы я знала, куда эти деньги идут, никаких документов нам не предоставлялось. Деньги оказались на собственном счету двух наших, либо председателей, либо членоправления Петровой. Ну что такое физлицо, все прекрасно понимают. Это никаких потом, если деньги мало ли что, никто своих денег не увидит. Собирать таким образом деньги люди начали чуть больше полугода назад. По словам местных, председатель правления ЖСК устроила неожиданное собрание жильцов. На нем было заявлено, что потолок в одной из квартир на пятом этаже дал течь. Тогда и организовали сбор на ремонт кровли. В апреле месяце нам сказали, что у жительницы квартиры номер 39 нашего дома протекает крыша. Но никаких документов предоставлено не было. На крышу нас не пускают, никаких комиссий не было создано. В квартире протечки мы не видели, никаких документов, ни фотографий, ничего нам не предоставлялось. По мнению жителей, апрельское собрание недействительно. Ведь на встречу из 38 жильцов пришли только семеро. Остальные о ней не знали, заявляют жители. Подписи якобы собирались уже позже. Она убеждала всех, что необходимо нам делать ремонт крыши. И большей части жильцов она говорила, что все за. Входя в доверие в людей, она умудрялась собирать подписи. Мы попытались поговорить с жильцами квартиры, где протекла крыша. Но нам не открыли. Председателя ЖСК тоже дома не оказалось. Но дозвониться ей мы смогли. Только разговаривать женщина отказалась. У нас все законно. Единственное. Все. Но ответьте, пожалуйста, на наши вопросы. Вот у жильцов к вам есть вопросы. Вы на них им не отвечаете. Недовольные жители обратились к профессиональному юристу. Он подтвердил подозрения людей. Председатель вообще никак не отчитывается за свою деятельность. Куда она собирает денежные средства. Протоколы общего собрания должны вывешиваться на сайтах. И быть в открытом доступе. Чтобы каждый житель, и не только житель, но и контролирующие организации. Такие как прокуратура, либо фонд капитального ремонта, либо управление департаментом жилищного хозяйства. Жильцы дома обратились в прокуратуру. Мы также связались с надзорным ведомством. Нам ответили, что после их указания председатель открыл счет на ЖСК. Теперь деньги жителей находятся там в открытом доступе. Однако протоколы собрания и женщина так и не опубликовала. По данному факту, значит, вынесено представление руководству ЖСК, которое находится на следующем моменте на рассмотрении. Вот, значит, рассмотрение данного дела. И наш мир в русском реагировании стоит на основе контроль. После решения одной проблемы появилась новая. За ноябрь жильцам пришла общая квитанция на оплату коммунальных услуг от Владимирского ЕРКЦ. В нее не только включили счет за капитальный ремонт кровли, но и добавили долг тем, кто отказывался от сборов. По словам людей, у некоторых квиток вышел на 18 тысяч рублей. Жители удивляются, как без их согласия был заключен договор с платежным агентом. Мы связались со специалистом в сфере ЖКХ. Он пояснил, что заключить договор закона можно только после проведения общего собрания жителей. Нужно проверить наличие данного протокола, наличие соответствующего корума при принятии данных решений. Соответственно, если протокол есть и собрание проведено законным образом, то есть это строчка законная, как составая. Если этого нету, соответственно, то нет. Сейчас жители дома собирают подписи за отказ от сборов средств. Против уже 16 человек. Они заявляют, что согласны собирать деньги на замену кровли только через фонд капитального ремонта. По мнению людей, так их деньги будут в большей безопасности. Эксперты из ЖКХ «Контроль» пообещали вмешаться в эту историю и разобраться. Мы со своей стороны просим обратить внимание на наш сюжет Государственную жилищную инспекцию. Анастасия Козлова, Егор Дейкевич, «Шестой канал». Во Владимире машина скорой помощи с ребенком попала в аварию. ДТП произошло в среду около 18.00 недалеко от перекрестка у Белого дома. Машина скорой помощи, которая везла пациентов, столкнулась с легковушкой. По предварительной информации регионального ОМВД никто не пострадал. Судя по видео, опубликованным в соцсетях, в момент аварии машина спецслужбы на высокой скорости ехала по перекрестку с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Очевидцы сообщают, что мама с ребенком, которых машина скорой везла в больницу, в результате аварии не пострадали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. После многих споров о том, как должно выглядеть здание Владимирского железнодорожного вокзала в результате реконструкции, власти решили провести опрос жителей на эту тему. Об этом сообщили в группе ВКонтакте администрации Владимирской области. Опрос можно пройти на госуслугах. Местным жителям предлагают оценить современный вид вокзала, отметить, что важно учесть при его реконструкции и выразить свое мнение по поводу варианта отделки здания из керамогранита. Напомним, к 2024 году из Владимирских вокзалов планируют сделать полноценный транспортно-пересадочный узел. В работах предусмотрена смена отделки здания ЖД вокзала. Некоторые жители Владимира переживают, что в результате может исчезнуть архитектурная специфика здания. Областные власти пообещали, что будут руководствоваться мнением жителей при разработке итогового проекта реконструкции. В областном центре продолжают оборудовать пешеходные переходы дополнительной светодиодной подсветкой и дублирующими дорожными знаками. Работу проводят в рамках нацпроекта. Как сообщают в мэрии, заметнее для водителей и пешеходов станут переходы на улицы Мира, в районе домов номер 25 и 31, на Батурино, 28А, где рынок, на перекрестке улиц Мира и Фейгина, и на Чайковского, 40. Подсветку всех пешеходных переходов подключат к сети уличного освещения. Кроме того, власти области озвучили, что до начала 2023 года на дорогах региона появятся первые проекционные системы дорожной разметки «Зебра». Это когда вместо традиционного обозначения перехода на асфальт проецируется его изображение. Сообщается, что в регион готовы поставить как минимум 20 таких систем. За неделю мошенники обманули жителей Владимирской области более чем на 16 миллионов рублей. В региональном МВД сообщают, что за 7 дней на территории Владимирской области совершено 44 преступления, в которых использовались информационно-телекоммуникационные технологии. Большая часть из них — дистанционные мошенничества. В полиции напоминают, что наиболее типичные схемы обмана происходят по телефону. Как правило, звонящие требуют денежных средств за непривлечение близкого родственника к уголовной ответственности или представляются сотрудниками банка и сообщают о подозрительных финансовых операциях по счету или попытке оформить кредит по вашим данным. Подобные разговоры нужно сразу же прекратить и обратиться в банк и полицию, чтобы самостоятельно проверить все сведения. Пешеходов и водителей просят быть особенно осторожными. В МВД области предупреждают, что в такую погоду, как сейчас, водителям транспортных средств лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам и пешеходным переходам нужно заранее снижать скорость, быть внимательными на участках дорожного ремонта. Пешеходам следует пересекать дорогу только в специально отведенных для этого местах, при этом несколько раз убедиться, что поток транспорта снижает скорость. Световой день короткий, видимость на улицах хуже, поэтому следует носить светоотражающие элементы, чтобы быть более заметными для водителей.